Про тактику, да, потому что стратегия определяет тактику. У нас множество решений в день мы принимаем, как руководители компаний, да. И, на мой взгляд, правильно было бы встроить себе любое решение в свою стратегию. То есть любое тактическое решение пропускать через свою стратегию. И думать, приближает оно меня к моей долгосрочной цели или не приближает. Кто-то, может быть, стратегически хочет много детей. И при этом говорит, я буду работать, не поднимая головы, 18 часов в шутки. Приближает его это к его стратегической цели или нет? Я думаю, нам не всегда. Не всегда. Минэкономразвитие выходит и говорит, ребята, мы вкладываем много денег. Я тут, честно говоря, не сильно хочу рассказывать про это, но надо. Я недавно просто пост в Инстаграме публиковал. Мы будем развивать малый и средний бизнес. Вот там программы, бесплатное образование, в ваших регионах будут какие-то спикеры приезжать. Мы вкладываем это там миллиарды рублей и так далее, и так далее. А при этом есть с другой стороны. В Минэкономразвитии федеральная налоговая служба, которая идет и выжигает бизнесы. Это федеральная налоговая служба, они же тактики, в чистом виде. То есть им для стратегии пофигу. У них есть задачи, нормативы, план, сбор, оброк и, в общем-то, очень достаточно большое количество моих знакомых предпринимателей, руководителей, в общем, закрывает в том числе свои компании. И даже хотят свалить, к сожалению, к большому, потому что неожиданно что-то изменилось в жизни после прихода ФНС. И смотришь, и не понимаешь. У меня, допустим, конфликт. Все же, на самом деле, чего мы хотим? Почему повышаются налоги, а не понижаются? Почему Трамп понизил налоги у себя? У него вырос ВВП на полтора процента. И все тоже возмущались. Как можно понижать, особенно крупным налогоплательщикам, налоги? А потом через три года сказать, да, Трамп великий человек, он понимал. Ну, и тут можно сравнить СССР и Китай 1955 года, допустим, ну или там 1957, да, когда Сталин умер, пришел Хрущев к власти. У нас были примерно одинаковые бедные страны, послевоенные. Вот, в Китае вообще был ад, мне кажется, потому что там люди чугун выплавляли у себя в домашних печах, воробьев там отстреливали, какие-то очень странные вещи делали. Почему сейчас это первая экономика мира? Почему? Вопрос. Потому что пришел туда после Мао Цзэду на Дэн Сиопинь и сказал, ребята, давайте вспомним нашего главного философа нашего времени, Конфуция. И Конфуция говорила о том, что если государство хочет быть богатым, то значит богатым должен быть каждый человек в государстве. Это единственный путь. Если люди будут богатеть, то и государство тоже будет богатым. И это они взяли за основу развития экономической модели Китая. И любое решение, которое они потом принимали тактически, они думали, может это приблизить нас к богатству или нет. Или там, не знаю, вот недавно Смоленский выступал, как раз там выступал в выставочном центре именно Тенишева. А Тенишев это наш великий граф, он там предлагал систему образования видоизменить. Говорит, он бессмысленный образование, если оно не делает человека богаче. В прямом смысле этого слова. Не внутренний мир его богатеет, а в прямом. Нам нужно создавать другую систему. Они свитто затеяли реформу в свое время, но у них там ничего не получилось. Да? Не получилось. Один из принципов. Давайте сделаем образование, которое будет... Ну, он сам просто учился в Будапеште и в Карлсруе. И там этому учили детей с самого детства. Или там, не знаю, Тайсон, допустим, и это когда он выступал, я был на его выступлении, рассказывал, как он укладывает своего ребенка спать. И они говорят, я каждый вечер задаю им вопрос. Ты что сегодня придумал для того, чтобы сделать нас богаче, когда ты вырастешь? Что сегодня придумал? И каждый день системно представляется, как мышление ребенка работает в течение дня. Совсем по-другому принципиально. И я когда смотрю на бизнесы, разные компании, которые здесь и сейчас пытаются урвать, я про это расскажу, особенно на рынке бизнес-образования. Там странные вещи разные происходят. Бывают и другие примеры. Допустим, в Белгарде есть такой же, вот Леонид Костюк. Кто знает его? Ромборзов. Ну, вот Миша, да, вы знаете этого? Ну, такой приятный мужчина, который создал свой бизнес по пошиву костюмов. Вот историю про него расскажу. Он мне тоже шил костюм, по-моему, этот даже. Да. Патрик Мэн, вот, называется его компания. Ну, он представитель Патрик Мэна у всех в городе. Я когда приехал мерить его, или там меня мерили, там был еще один клиент, и он мне рассказал историю про этого клиента. Он говорит, ну, получили лид горячий. Горячий лид получили и профукали его. Ну, я другое слово хочу сказать, вместо профукали. Ну, вы понимаете, наверное, да? Короче, не обработали лид, и клиент обиделся. Потом, через 4 месяца, нашли его где-то. Я увидел там в сером системе, что ему не позвонили. Позвонил ему сам, он меня послал далеко и надолго. Вот. И что делать в этой ситуации? Ну, наказать сотрудников, понятно, это одно. А может быть, и не стоит наказывать. Ну, что-то сбойнуло в системе. И он ему позвонил, сказал, приезжайте, я хочу вам за то, что я накосячил, бесплатно шить костюм. Бесплатно. И вот он рассказывает про него. И при нем, причем мы вместе общаемся с этим вторым-то, который там мерил тоже. Он говорит, и меня никто не понял из моих сотрудников. Как так? Можно там шить бесплатно костюм человеку? А где же мы будем зарабатывать? И так далее. Зачем ты это сделал? Он говорит, а я расскажу, зачем я это сделал. Костюм стоит, ну, условно, там, 30 тысяч рублей, да, допустим, сшить у меня. И он заказывает уже третий костюм в этом году. Третий костюм. То есть примерно сотку. На сотку он уже в год заказал. И он привел еще четверо друзей за то, что я такой офигенный оказался предприниматель, которые мне тоже заказали, там, ну, по два, по три костюма. Ну, примерно там 400 тысяч рублей. Ой, 400 тысяч рублей, да, они потратят в год. На меня. А за 10 лет 4 миллиона. И поэтому, руководствуясь тем, как идти к клиенту на встречу в случае своей ошибки, я принял решение для себя, что я сошу им бесплатно. Это сработало. Или там Чичи Варкин, когда свою сеть развивал, наверняка вы тоже видели его письма сотрудникам Евросети, которые он писал, где он говорил, что мы, если в течение двух недель приходит человек, ему не нравится телефон, по любой причине, даже чек не нужен, меняйте этот телефон или возвращайте ему деньги. Поэтому так они быстро и росли в том числе. И это называется там создание клиент-ориентированности, лояльности правильной по отношению к клиентам. Это игра в долгую. Не здесь и сейчас вручать, а потом нагреться и свалить куда-нибудь. А играть в долгую со своими клиентами. Я считаю, что это важно.